Всем привет! С вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня я не в обычном месте и не в обычной роли. Ну потому что в общем-то Новый год и это вообще последний завершающий скринкаст в этом году. К доске я тоже иногда буду уходить, но исключительно для того, чтобы показать лучший на мой взгляд скринкаст. А начать я хочу с того, чтобы поблагодарить всех зрителей канала. Спасибо, что смотрели, спасибо, что лайкали и писали комментарии. Комментарии, кстати, все в принципе были положительные. Там может быть раз-два-три-четыре не очень, но я их уже удалил, потому что они в общем-то были хамские. А для интернета это большая редкость. И из этого я могу сделать вывод, что скринкасты мои попадают в цель. То есть я делаю то, что вам нравится. Ну и сейчас собственно мой топ-5 лучших скринкастов. Начну с самого, на мой взгляд, лучшего. DaVinci Resolve. Оказывается только в этом году я начал эту серию. Ну и на мой взгляд это вообще лучшее, что есть на канале на данный момент. Дело в том, что просто по DaVinci Resolve на русском ничего нет, а программа эта составляет конкуренцию платным профессиональным видеоредакторам. А если говорить о цветокоррекции, то я до сих пор поражаюсь ее возможностям. Аналогов нет. Ну и кроме того, именно с DaVinci началась история серии скринкастов. До этого мы делали по одному скринкасту на одну программу. А бывают такие ситуации, что уложить программу в один скринкаст трехминутный ну просто невозможно. И даже в 3 невозможно. И даже в 33 в общем-то невозможно. Поэтому мы будем продолжать делать серии. Я думаю, что и по DaVinci я еще сделаю, по цветокоррекции DaVinci, а может быть даже по Fusion. А сейчас следующая история. Это навыки Алисы. Для тех, кто пропустил, навыки Алисы это некий субчат в Алисе от Яндекса. То есть вы обращаетесь к Алисе типа Алиса, запусти мне навык Вова Ломов. И она запускает уже сторонний чат-бот, который разработал кто-то другой. Ну в данном случае я. И сама, кстати, Алиса в разговор уже не вмешивается. Это интересно и сама по себе, и потому что это все-таки некий тренд. Мне кажется, за чат-ботами будущее. Непосредственно с Алисой вышла незадача. Но я и это залечу. Потенциальная возможность сделать голосового чат-бота есть. Но платформы, ориентированной на среднего пользователя, для того, чтобы сделать, собственно, этого чат-бота нет. То есть Яндекс, он и есть Яндекс. Вот вам, пожалуйста, питон. А вот разворачиваете сервер и вперед. Но есть диалог фло. Ну и, собственно, об этом скринкаст. И есть люди, которые поженили диалог фло с Алисой. И, в общем-то, можно сделать диалог фло от Google, который как раз является такой платформой. Он же позволяет сделать голосового чата в Google. Но это отдельная тема. Так вот, нашлись люди, которые поженили. Об этом скринкаст, и все было бы вообще замечательно. Но если вы сталкиваетесь со специфической задачей, то вы уже не можете ее решить. Ну, вот я непосредственно столкнулся с проблемой, что я не могу вставить активную ссылку в ответ. Ну, теоретически, на самом деле, я подумаю, посижу и, скорее всего, найду решение. Просто у меня сейчас был недостаточно времени. Следующий скринкаст о том, как установить бесплатный, ну, насколько это возможно, VPN. Скринкаст ценен не сам по себе, а потому что он отражает некие реалии прошедшего года. До истории с Роскомнадзором и Телеграмм про VPN, в общем-то, никто не знал и не думал. Но когда произошло то, что произошло, а произошло не то, что упал Телеграмм, а произошло то, что упал весь интернет, про VPN стали думать. Ну и, в общем-то, наверное, не зря. Хотя сейчас, в принципе, все оттаяло и летает уже нормально. В том числе и Телега. Airtable. Его, в общем-то, смотрели, но совсем не так, как он того заслуживает. Airtable крутая штука. В принципе, это просто система таблиц, но по совместительству это структурированная база данных. Разобраться с этим не так-то сложно, а простор для творчества велик. От видения домашнего хозяйства до разработки вполне себе годной CRM. Борис Билинсон, например, разработчик OVD-Info, рассказывал, что когда они делали своего чат-бота и им нужно было по-быстрому развернуть базу, они использовали именно Airtable. А API дружелюбный, разобраться просто, смотрите скринкаст. Ну и напоследок о создании собственных карт в Google Maps. Тоже отражает некую тенденцию, типа счастье для всех даром. Но почему для всех? Почему даром? Непонятно. Истинно говорю вам, 4 мая Земля налетит на небесную осень. Ну а если серьезно, все вроде бы хорошо, пережили еще один год. Хотя вроде Роскомнадзор летует и запретили уже все. И про войну как-то стали спокойно говорить, как чая выпить просто, а мы их всех разбомбим. Вроде и парковки, налоги, все подняли, пенсионный возраст, ну все уже вроде бы. А все равно хорошо. Непонятно. Все любите друг друга возможным в этом, собственно, и секрет. Увидимся уже в следующем году. Ну и приятных вам длинных выходных!